Новый день спешит в рассвет. Новый день подарит тебе небо. Тёплый след в душе твоей. Новый день пришёл, открывай скорее. Новый день. Сегодняшний день – это провести прекрасные выходные вместе с семьёй. Поэтому, дорогие друзья, всю силу в руки, дорабатываем пятницу и врываемся в выходные дни. Никита, как для тебя пятница? А для меня пятница – это начало рабочего времени, потому что я уже много лет занимаюсь мероприятиями, но мероприятия, праздники все проходят в основном в пятницу. Мне кажется, у ведущих, что не день, так праздник, а выходные – это двойное удовольствие, потому что, когда приглашаю тебя на мероприятие, я уверена, что ты проживаешь вместе с твоими заказчиками жизнь и от этого счастлив. Но, тем не менее, окунёмся в пятничное настроение. Утро для тех, кто завтракает. Приятного аппетита. И мы расскажем, что приготовил день грядущий и, по традиции, календарь событий. Международный день глухих отмечается сегодня, отмечается он ежегодно в последнее воскресенье сентября. Был учреждён в 1951 году в честь создания Всемирной Федерации глухонемых. Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих. Да, мы, кстати, в самом начале программы с тобой забыли сказать, что сегодня пятница. А это пятница. Я никак не отпускаю пятничное настроение. А ещё пятница – это последний рабочий день уходящего сентября. Вот такая вот у нас пометочка есть. Да, потихонечку сентябрь машет нам ручкой, но впереди октябрь, ноябрь, декабрь, думаю. И понеслось. Тоже будут не менее классные месяцы. Хорошо, и продолжаем. Сегодня Всемирный день сердца. Факт об этом празднике. 29 сентября в странах, где отмечают День сердца, проводятся мероприятия, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как избежать. Проводятся лекции, проводятся мастер-классы, выставки, форумы, спортивные мероприятия. Организаторами выступают как ВОЗ и также ЮНЕСКО, как местные организации здравоохранения. По всему миру проходят конференции кардиологов, где специалисты из разных стран обмениваются своим опытом и своими достижениями. Очень важный праздник, друзья. Давайте беречь здоровье, следить за ним. И, конечно же, будьте, будьте все спортивны, здоровы. Да. Следующий праздник – День машиностроителя. Как он звучит мощно. Машиностроение – это базовая отрасль экономики любой высоко развитой страны. «Сердцевина индустрии – важнейшая отрасль промышленности, ее промышленный и интеллектуальный потенциал». Вот так-то вот. Как ты относишься к нашим русским автомобилям? К машиностроению я не отношусь никак. К русским автомобилям, в принципе, отношусь достаточно хорошо. Потому что сейчас они все-таки делают их качественно, я считаю. Да, и к тому же я как-то раз ехала на своей машине. К счастью, к сожалению, не русского производства, не российского производства, прошу прощения. Но, тем не менее, увидела машину, думаю, о, какая красивая. А это наша. Представляете, наша. Я думаю, вот это красавица едет. Да, научились сделать. Но хотя, почему даже научились? Все равно у нас были классные автомобили и раньше. Да, кстати, во многих фильмах, старых фильмах во Франции, в Париже, Париж, Франция, где-то в немецких городах есть наши автомобили до сих пор. И есть и «Жигули», и «Волга», которые люди туда привозили, с удовольствием ездили. Поэтому мировые такие марки. Да, я полностью согласен, конечно. Есть, чем и кем гордиться. А взять наши внедорожники, это тот же ГАЗ-66, легенда. Верно. Мы продолжаем. Сегодня Всероссийский день ходьбы. Мне кажется, вот этих два праздника про сердце и про ходьбу можно вообще объединить. Они пересекаются. Потому что, да, кардио – это самое замечательное, что мы можем дать своему организму. Не раз в парках можно встретить бабушек и дедушек, которые занимаются скандинавской ходьбой, которые много ходят. А еще, знаете, я недавно читала, что у тех людей, у которых есть собаки, они живут значительно дольше по той причине, что они очень часто же ходят на улицу с ними гулять. От этого мы дышим, наполняем свои легкие воздухом. Мы очень много ходим. Но здесь есть такой небольшой минус. Мы много ходим, но намного меньше спим. Потому что питомцы чаще всего требуют особого внимания. И что касается Всероссийского дня ходьбы, с 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного достижения «Спорт для всех». И в конце сентября, в начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности. Поэтому встали и пошли. Правильно ты сказала, что бабушек и дедушек можно сейчас часто встретить с палками. Вот эта скандинавская ходьба. И как отрадно, как здорово, что на вот это вот сейчас прямо мода такая. Ребят, на самом деле, занимайтесь спортом и берегите здоровье. Следующий праздник – День отоларинголога. Непростой праздник, очень-очень важный. Эта профессия прямо-прямо очень-очень нужная. Да, кто причастен к этому празднику, естественно. Профессиональное здоровье желаем. Для нас, для ведущих вот этот праздник, прямо эти врачи, которые нам помогают избавляться от проблем с горлом, мы им прямо очень благодарны. И поздравляем всех с этим замечательным праздником. Все верно. Дальше. Сегодня День тигра на Дальнем Востоке. Идея проведения этого экологического праздника возникла в 2000 году. Его инициатором стали известны писатели, охотовед Владимир Тройнин, и Международный благотворительный фонд под названием «Феникс» при поддержке российских и международных природоохраняемых организаций. Мы-то, кстати, много говорим всегда о тиграх, особенно амурский тигр. Он является самым северным подвидом тигра. Помимо России он обитает еще, оказывается, в 14 странах мира. Но общей численности особей катастрофически мала. Россия, пожалуй, единственная страна из этого списка, которой удалось хотя бы немного увеличить численность. Хотела бы увидеть тигра вживую? Да, да, да. На самом деле? Да, я не так давно смотрела фильм, наш российский фильм, где упал самолет. Это было очень много лет назад. Это была, мне кажется, такая даже тайна. И выжила одна женщина среди всего экипажа, который летел. И вот она, правда, видела не амурских тигров, а уссурийских тигров. И когда я смотрела, как она себя ведет, у меня такая, знаете, гордость за главную героиню. Это все снято на реальных событиях. Это художественный фильм. На реальных событиях, но с исполнением художественного фильма. То есть там что-то приукрасили, что-то маленькое преувеличили. Но, тем не менее, и у меня возникло желание, думаю, я посмотрела. Правда, залезла бы на дерево, я так снизу бы, так привет. Но, тем не менее, желание, наверное, увидеть такого огромного тигра-кота мне бы хотелось. Да, на самом деле, наверное, они очень красивые. Да. А мы переходим к персонам дня. 29 сентября 1547 году появился на свет испанский писатель Мигель де Сервантес. Мы его знаем по произведению мировой литературы. Это роман Дон Кенхотт. А в 1904 году в этот день родился советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский. Да, бежим дальше. Из современников сегодня принимает поздравления российская актриса театра и кино, народная артистка России Алла Демидова. Принимает поздравления от коллег по творческому цеху, друзей, родных, российская эстрадная певица, композитор и поэтесса Ирина Грибулина. А мы по традиции поздравляем с днем рождения, кто родился сегодня, это 29 сентября. Друзья, будьте счастливы, будьте любимы, что можем еще пожелать? Самое главное – здоровья, конечно же, благополучия в семье и пусть будут счастливы все. А сейчас мы переходим к самой долгожданной рубрике и к моей, наверное, самой любимой – это гость в студии. Сегодня это пятничное утро, проводит вместе с нами великолепная, обаятельная, целеустремленная Антонина Владимировна Кокошникова, директор Дворца культуры и нефтехимик. Антонина Владимировна, мы рады приветствовать вас в самом начале нашей беседы. Нам, в первую очередь, хотелось бы поздравить вас с заслуженной победой на выборах. Спасибо огромное, ребята, спасибо. Вы теперь не просто представитель культуры и руководитель, но и депутат законодательного собрания. Да, это очень серьезно. Как начинает свое утро депутат? Расскажите. Депутат продолжает вставать в 5.20, так заведен будильник, такая традиция, смотрит в окно, выпивает чашечку кофе, собирается на работу, берет с собой хорошее настроение, пакет документов, недоработанных всяких дел и весело, радостно приступает к рабочему дню. Вот так. Я бы никогда не смогла стать депутатом, потому что в 5.20 для меня проснуться, я не знаю, что должно вообще в мире случиться, чтобы меня будильник разбудил в 5.20, я встала, выпила чашку кофе, улыбнулась и куда-то пошла. Что первым делом сделали после того, когда узнали, что все, начинается огромная, большая, ответственная работа? Подумала про свою семью. Подумала, что вот наконец-то появится одна минутка, которую я могу уделить своим внукам прекрасным, своим девочкам и своим друзьям, которые очень долго, почти поллета ждали со мной этой встречи. Но, к сожалению, частично можно сказать, что это случилось, но впереди еще большая у нас встреча. У меня в этом году юбилей случился, мне не пришлось его отпраздновать так, как празднует каждый человек со своими друзьями, большой компанией. Это впереди, это меня ждет впереди. А еще нам хотелось поговорить не о политике, а о наступившем творческом сезоне Дворца. Какие сюрпризы приготовили для телезрителей? Ну, культура – это всегда прекрасно, это хорошее настроение, это радость, это душа поет, это такое замечательное дело, которым я посвятила всю свою жизнь. И Дворец культуры «Нефтехимик», конечно, не просто готовит сюрпризы, он очень гармонично, красиво и духовно наполняет жизнь всех наших земляков. И поэтому хочу порадоваться за себя, за наш коллектив. Мы готовимся к юбилейному 70-му сезону. Поэтому, почему готовимся? Нынче начинаем 69-й и каждым шагом приближаем вот этот замечательный юбилей. Отлично. А в числе ваших коллективов есть ли юбиляры? Конечно. Не открою тайну, театр, народный театр «Чудак», который первый зашел, переступил порог Дворца культуры «Нефтехимик», он в этом году встречает свое 70-летие. Это очень большой праздник. Вот и в этом году, значит, мы все наши мероприятия, театральные, музыкальные, разные, будем посвящать, конечно, вот этому замечательному коллективу юбилееву. Да, мы знаем, что уже завтра, 30 сентября, будет, такая «Нефтехимик», большой праздник. Это я уже про него рассказывала, что все желающие могут прийти, мамочки с детишками, семьи, друзья, и посмотреть. Хочу сказать, что в театральной гостиной будет происходить это событие, то есть открытие 70-го творческого сезона театрального у «Чудаков». Поэтому, конечно, не вместит всех желающих эта комната, эта гостиная, это любимое место для театральных событий. Но в любом случае ангарчане должны знать об этом, что в 17 часов будет происходить такое событие. Отлично. Мы, конечно же, в свою очередь вас поздравляем. Спасибо. Потому что мы знаем, что вы причастны к этому театру и много лет там сами проработали. Еще раз, скажите нам о всем этом, про работу. Да. Много работы, да. Лето. Как прошло ваше лето? Отдыхали ли артисты? Что было? Наши артисты не отдыхают никогда. Ну так-то вот. Так устроена творческая жизнь. Так устроена жизнь артиста. Если он не занимается гимнастикой или не играет в спектакли, значит, он об этом постоянно думает. Он строит свои планы, он пишет сочинения, сценарии своего каждого дня. Из этого наверняка что-то получается потом. Дело в том, что лето, сегодняшнее лето, вот это время года, оно совершенно отличается от этих периодов прошлых лет. Возьмем даже 10, ну я уж могу сказать и 20 лет. Это совершенно другое время. Мы нынче активно, все учреждения культуры и дворец культуры «Нефтехимик» вышли в парки, на открытые площадки. Все локации в городе летом вот именно заняты вот этой интересной, развлекательной, познавательной жизнью, этой работой наших творческих коллективов. И вы знаете, порой даже в дождь, когда начинает накрапывать дождь, а мы идем в парк и думаем, вот-вот сейчас разойдется и пойдет ливень, а наши шариварики, это наши цирковые артисты, они никогда не сдадутся, они все равно идут и работают под мелким моросящим дождем, но только когда уже директор говорит «Ай-яй-яй, уже скользко, уходим». И несмотря ни на что, они работают вот на 100%. Все коллективы трудятся, наши традиционные фестивали театральные, это же тоже очень важный момент в жизни Ангарска, в жизни событийного туризма области. И поэтому театр «Чудак» – 28-й фестиваль театральной осени на Байкале в этом году, «Сибирская рампа» – 23-й фестиваль на Альхоне. Это очень серьезные масштабные проекты, это брендовые мероприятия нашего города и области, которые продолжают жить, работать и процветать, несмотря на всякие трудности. Мы их пропускаем. Здорово. А вот такой вопрос. Поделитесь, пожалуйста, есть ли добрые традиции у дворца, которые вы соблюдаете? Традиция – это очень красивое слово. Это значит история, это значит крепкий коллектив, это значит в нашей цепочке крепко все звенья связаны. И поэтому традициям уделяем особенное внимание. Во-первых, очень хорошие традиции – это связь с нашими партнерами, творческая связь. На протяжении достаточно многих лет нефтехимическая компания. Мы вместе составляем перспективные планы. И у нас очень-очень много, у нас целый пакет традиционных мероприятий с нефтехимиками. А так как нефтехимики – это ангарчане те же, все-таки это градообразующее предприятие, поэтому это неотъемлемо, безотрывно от нашего учреждения. Ну а самая первая традиция, как только начинается сезон, так сказать, предваряя открытие сезона, это встреча в конце августа с вновь записавшимися в наши творческие коллективы и с нашими старичками, воспитанниками уже, которые работают, которые уже чувствуют себя артистами. Такая визитная карточка получается. Да, визитная карточка, такая презентационный такой момент, с которым знакомятся вновь пришедшие. Потому что действительно очень много родителей теряются. Дети не знают, куда пойти, они как тот цветик-самецветик, а родители их должны определить. Поэтому первая задача – это у родителей, куда определить своего ребенка. Мы даем им на это время, они ищут, в поисках могут находиться месяц-два, но в конце концов определяются. Вот набор, в принципе, можно сказать, что мы уже закончили, то есть группы набраны, но он никогда не завершится. Потому что каждый день поступают звонки о том, куда записать нашего ребенка, особенно когда они увидят вашу передачу, услышат кого-то, в рекламе посмотрят. Они понимают, что дома-то нельзя сидеть, время идет, надо развивать свое дитятко. Да, все верно. Я вообще люблю, когда к нам в телекомпанию «Актиз» приходит Антонина Владимировна. Студия всегда светится, правда. У вас до такой степени аура положительной энергии. Это хорошо. Вы слушаете, а я вот и сижу, только и улыбаюсь. Под всей души благодарим, что пришли, желаем вам творческих успехов. Дорогие наши ангарчане, и не только, дорогие наши земляки, я не могу не забежать на октябрь месяц, потому что 2 октября в нашем городе произойдет событие. Вот в большом плане Министерства культуры Российской Федерации в концертно-гастрольном туре есть такие крупномасштабные программы «Большие гастроли» и «Мы Россия». Вот в этом проекте принимают участие государственные и негосударственные творческие коллективы. 2 октября на нашей сцене большой концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Семеновича Годенко. Я не могу не сказать об этом, чтобы вы слышали, вы знали об этом. Это событие действительно в культурной жизни всегда не только Ангарской области, о всей России, это редкий момент, когда мы можем увидеть эти всепоглощающие сюжетные картины, эти масштабные расстановки этих красавиц, белокурых сибирячек и таких задорных парней. И все эти картины, они создают образ красивой и великой Сибири. Это надо смотреть, это надо обязательно видеть и слышать. 2 октября я от души приглашаю вас на этот праздник сердца, души, танца, гармонии. Приходите. Спасибо большое, Антонина Владимировна, что пришли за приглашение, огромное спасибо. Желаем вам творческих успехов и не только творческих, но и на политическом поприще достижения всех поставленных целей. Спасибо большое, служу Отечеству культуры, служу Отечеству Ангарского городского округа. Спасибо. А мы, в свою очередь, мы с вами. Спасибо. Все, отлично вам настроение, еще увидимся. И вам тоже. Спасибо, ребят. Спасибо. Вот они, настоящие русские женщины, умницы, борцы за справедливость. Да, все потому, что Антонина Владимировна, зная о себе цены, и умеет ставить цели, и самое главное, их добиваться. А ведь зачастую мы даже и не догадываемся, как иногда нужно действовать в той или иной ситуации. Верно. И в этом вопросе нам поможет наша ведущая рубрики «Познай себя» Наталья Голикова. Смотрим. Одежда ведущей предоставлена магазином итальянской моды «Медуза». Я приветствую тех, кто уже проснулся. С вами Наталья Голикова и рубрика «Познай себя». Сегодня мы с вами поговорим о внутренних составляющих, о приведении себя в гармонию, в отпускание прошлого и настрой себя на позитивное будущее. Эта практика короткая, и я предлагаю вам выбрать удобное для себя время и место и погрузиться на эти буквально 10 минут в состояние познания себя. Обычно эта практика делается на завершение какого-то периода, недели или месяца, может быть, проекта, а может быть, отношений. Вспомните, что вы недавно завершили. Пройдите в эту ситуацию воспоминаниями, проанализируйте ее, будьте к себе беспристрастны, будьте к себе объективны. Оцените, что вы делали, что вы говорили, что не делали и что не говорили. Возможно, исходя из объективного видения себя, вы поймете, что можно сделать иначе, что можно не повторять. Ведь не нужно же ходить по тем же самым граблям. Вы увидите новый способ, новый метод реализации тех возможностей и той удачи, которая к вам придет. Возможно, вы вообще что-то сделаете иначе, не так, как было. И тем самым вы откроете для себя новые пути вдохновения, новые знакомства, новые идеи, новые контакты и возможности реализовать себя в мир. И тогда после вот такого анализирования внутренних составляющих, анализирования прошлого, что у вас было, чем вы с собой довольны, чем вы с собой недовольны, вы сможете сделать что-то новое, совершенно отличающееся от того периода, который у вас был. Может быть, это будут совершенно новые отношения, может быть, какой-то грандиозный проект или даже не грандиозный, но ваш и реализованный. Будьте беспристрастны к себе, не впадайте в излишнюю критику, самоанализ, ну и без самолюбования, но сказать себе спасибо, благодарю можно. Я желаю вам, чтобы ваша новая жизнь, чтобы ваши новые отношения, новые проекты были яркими, интересными, богатыми и счастливыми. С вами была Наталья Голикова и рубрика «Познай себя». Вот с таким праздничным настроением. А почему праздничным? Потому что пятница, мы входим в выходные. Друзья, всем отличного настроения. Для тех, кто завтракает, приятного аппетита, сил, терпения. Улыбнитесь сегодняшнему дню и пусть ваше настроение до конца сегодняшнего дня будет солнечным и радостным. А я, как ведущий, пожелаю зажигательных выходных, отличного всем настроения и ярких эмоций. Всем пока-пока, увидимся в понедельник на телеканале «Актиз». Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Теплый свет В душе твоей Новый день Пришел, открывай скорее Гороскоп на 29 сентября Овик Удачный день Можно сделать много полезных дел Осуществить интересные замыслы При этом важно не лениться, не откладывать запланированное Телец Возможно переориентация приоритета в сторону чего-то нового Но пока не торопитесь Пусть для этого сформируется нужный контекст и поддержка Близнецы Возможны проблемы и недоразумения Поладить с близкими и друзьями будет труднее, чем обычно, но вы все же найдете общий язык Рак Нагрузите себя физической работой или обеспечьте своему организму такую активность, которая направит вашу энергию в полезное русло Лев Подходящий день для покупок и инвестиций в собственный бизнес. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические Дел Проявляйте заботу в деятельной форме, без лишних разговоров и суеты Совершенствуйте свои проекты Устраняйте хаос там, где это необходимо Весы Дел и забот будет много, поэтому важно правильно расставить приоритеты Вам предъявят высокие требования, но вы не обязаны соответствовать чужим ожиданиям Скорпион Говорить о делах можно не только на работе, но и в неформальной обстановке Например, пригласив в гости коллег или деловых партнеров Стрелец В этот день желательно сосредоточиться на домашних делах и отношениях с близкими людьми Уделить внимание детям Козел День сложится удачно, будет шанс добиться больших успехов, справиться со сложными задачами, продемонстрировать свой профессионализм Водолей Вы почувствуете, что пришло время решительных действий и не захотите их откладывать Однако порой волнение будет мешать сосредоточиться в нужный момент Рыбы День благоприятный для творческих поисков, раскрытия тайн и объяснений Не перескакивайте с одного на другое, пока не получите результат Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова